Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики настроя ритуала и медитации для достижения целей и избавления от всего, что вам мешает жить счастливо. Ну и, конечно, помните, на канале есть инструменты. Инструменты помогают нам, но ведь по большому счету делаем все мы сами. И помните, что ваша жизнь – это продукт ваш, продукт ваших мыслей, эмоций и действий. Возьмите это под контроль, и тогда вы сможете контролировать, что же с вами происходит. Ну а сегодня мы посмотрим, что же мешает вам быть вместе. Это расклад на отношения. Часто получаю такие вопросы, соответственно, я их и пытаюсь на них ответить в моих видео. Сосредоточьтесь на персоне, которая вас интересует. Не можете сосредоточиться, посмотрите на фотографию. Ну а, конечно же, как всегда, сделайте себе комплимент, похвалите себя и улыбнитесь. Вы же знаете, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам жизнь. Ну а госпожа Ленорман сегодня расскажет нам, что же мешает вам быть или кто. Мешает нам быть, вам быть вместе. Ну что, мои дорогие, готовы? Ну и первое, что я могу сказать, это мнение других людей. Вы не слушаете очень часто себя, вы слушаете, что говорят вам другие. Я никогда не говорю, что человек хороший, человек плохой. Человек – это личность, но каждый человек имеет свое мнение, имеет свой подход, имеет свой опыт. И исходя из этого, каждый человек дает совет. Если вы не уверены в своих чувствах, если вы не уверены, хотите ли вы быть человеком или нет, прежде всего, это ваше внутреннее состояние, и только вы можете решить, что вам делать. Если вы опираетесь только на мнение других людей, а тут я вижу огромное количество советов, огромное количество разговоров, огромное количество именно, знаете, вот как тюкани. Я не могу это иначе сказать. Каждый человек кидает вам что-то, какой-то совет, и он вас просто дезориентирует. У вас на сегодняшний день какая-то дезориентация, и из-за этого получается, что вы не можете решить, хотите вы быть вместе или не хотите. Давайте посмотрим. Еще, и это самое интересное, с вашей стороны, это не со стороны человека, которого вы загадали. Давайте еще посмотрим, что нам скажут карты. Да, вот из прошлых опытов, исходя из прошлых опытов, исходя из того, что было раньше у вас и у тех людей, и вы не можете найти ответ на вопрос, хотите ли вы быть вместе. Вот тут именно идет линия, хотите ли вы. Ведь если вы, да, хотите быть вместе, и я понимаю, что люди со стороны смотрят и говорят, он или она вот такая, или такой. Вы слушаете всех, и, соответственно, у вас в душе такая каша. Вы не можете точно определить, кто же человек, которого вы загадали, и стоит ли с ним или с ней быть вместе. И, соответственно, еще к этому приходят и ваши прошлые, может быть, и негативные опыты. А может быть, и с этим человеком было что-то, что вас оттолкнуло. И, соответственно, вы в полной растерянности на сегодняшний день. И это самое важное, что мешает вам быть вместе. Вы все-таки решите, если вы хотите, чтобы человек был с вами, если вы хотите быть с человеком, значит, вот это все надо убирать и идти как, знаете, с чистым листом. Идти и разговаривать, и строить отношения с человеком. Потому что, насколько я понимаю, ведь загадали вы человека, с которым вам у вас спорно. Большинство из вас загадали человека, с которым у вас внутри идут споры. Хочу, не хочу, на кого похож, на кого не похож. А он или она ведет себя так. А вот кто-то, Вася, Петя, Света, Оля, вели себя тоже так. Вы поэтому, у вас нету точного решения, хотите ли вы быть человеком. И это, прежде всего, мешает. И, конечно, как я поняла, вот из того, что я вижу здесь, для того, чтобы принять ваше решение, хотите ли вы быть вместе, вы знаете, у меня такое ощущение, что надо переименовывать расклад. Потому что тут, для того, чтобы принять решение, хотите ли вы быть вместе, вам надо еще узнать больше человека, и узнать больше, что же хотите вы сами. Для вас еще эта книга закрыта, вы еще в сомнениях, вы еще в поиске, поэтому подумайте, нужно ли это вам прежде всего. И уже потом думайте, что же делать дальше.